Новейшую разработку казахстанской оборонной промышленности бронеавтомобиль Алан-2 впервые показали широкой публике. Машина предназначена для силовых структур и может применяться при проведении различных спецопераций. Автомобиль продемонстрировали на военной выставке АДЕКС-2022, проходившей в Азербайджане. Наша съемочная группа побывала в Баку и все подробности у Григория Биденко. Для Азербайджана военная выставка АДЕКС стала главным событием минувшей недели. Около 200 компаний из 26 стран мира показали свои новейшие разработки. Казахстан принимал участие в АДЕКС впервые. Продукцию отечественной оборонки представлял холдинг «Казахстан Инжиниринг». На статической экспозиции разместились бронированные колесные машины «Борис-8х8» и «Алан-2», которые показали впервые. «Алан-2» — это легкая, быстрая, многоцелевая колесная платформа. Через колесную форму 4х4. Но также может быть 6х6. Первый момент. Второй момент. Эта машина предназначена для выполнения самообразного круга задач. Это может быть как спецоперации, так и применение в армии. Это может быть машина медицинская. Это может даже быть перевозка грузов. Также это может быть машина для установки различного специального оборудования. В принципе, все что угодно. Разработка «Алана-2» началась 4 года назад по запросу Национальной гвардии. При этом в компании «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» детально изучили все существующие мировые аналоги. Процент локализации изделия около 70. На бронеавтомобиле установлен турбодизель «Каменс» мощностью 300 лошадиных сил и автоматическая трансмиссия. БКМ может разгоняться до 130 км в час по трассе и до 80 по бездорожью. Моторные отсеки передней части защищены мощной броней. В разных конфигурациях машина может перевозить от 9 до 11 человек. Есть возможность установки боевого модуля. Пожалуй, главное преимущество новой БКМ в том, что она фактически представляет из себя многоцелевую платформу. То есть машину можно выпускать в любой конфигурации по требованию заказчиков и силовых структур. И это делает «Алана-2» достаточно перспективным, если речь идет как о казахстанском, так и зарубежных рынках оборонных технологий. По информации «Казахстан Парамаут Инжиниринг», потребность казахстанских силовых структур в технике подобного класса оценивается в 400 единиц. Оправдает ли машина заложенные в нее характеристики, должны подтвердить ходовые испытания. Они начались сразу же по окончанию выставки «Адекс». «Алан-2» и бронетранспортер «Борис-8х8» должны прийти на завод в Нур-Султане своим ходом из Актау. Это около 2000 км. Предполагается, что отчасть пути БКМ пройдут по бездорожью. Далее испытания продолжатся в разных климатических зонах Казахстана в разное время года. «Алан-2» – это многофункциональная машина, которая имеет возможность эксплуатироваться в различных войсках, начиная от Национальной гвардии Республики Казахстан до вооруженных сил. Мы сейчас будем выводить данную машину на демонстрационные испытания для пограничных войск Республики Казахстан, для Национальной гвардии Республики Казахстан, а также службы специальных операций Министерства обороны Республики Казахстан. У новой казахстанской бронемашины есть и экспортный потенциал. Подобной техникой интересуется в Пакистане, Объединенных Арабских Эмиратах и некоторых государствах Африки. Поэтому участие нашей страны в АДЕКС оказалось весьма полезным. Григорий Беденко, Радик Джакупов, Хабар-24, Баку, Азербайджан.